Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшний наш вебинар будет посвящен теме нутритивной поддержки в терапии онкологических больных, которые получают системное противоопухолевое лечение. Тема очень важная и актуальная на самом деле. Конечно, за последние десятилетия произошел большой рывок в области онкологии, и в диагностике, и в хирургии, и в лучевой терапии созданы новые лекарственные препараты. Все это увеличивает значительно выживаемость в несколько раз. Да и различия между активным и палеотивным лечением становятся не такими заметными. Тем не менее, несмотря на очевидный прогресс, у значительной части онкологических больных имеются проблемы, вызванные как самим заболеванием, так и последствиями его лечения. И на сегодняшний день имеется большое количество доказательств, что своевременное проведение поддерживающей терапии дает таким больным лучшие шансы на выживание, на увеличение продолжительности безрецидивной выживаемости, общей продолжительности жизни, улучшение ее качества, и, конечно, имеет некоторую экономическую выгоду. Разнообразие проявлений лекарственной токсичности и осложнений основного заболевания в онкологии просто поражает, потому что это токсичное лечение может вызвать повреждение практически всех органов и систем у человека. Соответственно, с этим и развиваются те или иные виды токсичности и осложнений. Поэтому официальная концепция МАСК, которая принята и в нашей стране, общество МРАСК, она предлагает заниматься пациентом с момента постановки диагноза и уже не упускать его из виду на всех этапах лечения, будь то реабилитация или палиативная помощь, или противоопухолевые какие-то режимы лечения и так далее. И поддерживающая терапия, она тоже разнообразная, потому что раз такое количество токсичностей, то против каждой из них можно будет, собственно, подбирать и какие-либо виды поддержки и лечения. Поэтому и начинается проведение сопроводительного лечения уже от момента постановки диагноза. И дальше продвигается вместе с пациентом на всех этапах его лечения вплоть до смерти больного. Сейчас к поддерживающей терапии примкнула еще и реабилитация, поскольку она также по срокам совпадает с поддерживающей терапией, хотя в программы реабилитации входят другие опции. Это физическая реабилитация, психологическая поддержка, коррекция коморбидных состояний. Но, тем не менее, эти проблемы, так сказать, на мой взгляд, вообще параллельные. И нужно сочетать и реабилитацию, и сопроводительное лечение на всех этапах лечения. И это, конечно же, должно дать очень хорошие результаты. Необходимость проведения питательной поддержки обусловлены несколькими факторами. Ну, самое, конечно, основное – это паронепластическое влияние опухоли. Известно, что опухоль синтезирует активные вещества, которые приводят к подавлению синтеза собственного белка. И в то же время увеличивают распад мышечного белка, висцерального белка, повышают глюконеогенез, повышают липолиз. Если еще при этом у человека есть обструкция желудочно-кишечного тракта, развивается элементарное голодание, происходит нарушение ассимиляции нутриентов, может развиться кишечная недостаточность. Ну, и, собственно, последствия противопухолевого лечения никто не отменял. Это и пострезекционные синдромы, и токсичность химиотерапии, и психологические проблемы, которые возникают у больных и мешают им. Достаточно обеспечивать себя нутриентами. Вообще проблема психологической помощи – это особая вещь. Когда начинаешь об этом разговаривать с пациентами, убеждаешься, что поход к психологу или психиатру или психотерапевту для них своего рода подвиг. И все люди стараются пережить, большинство, вернее, пациентов, пытаются решить свои психологические проблемы сами, или в кругу семьи, в кругу друзей. Но идти к психологу не хочет практически никто. Вот это данные, иностранные данные. И мы видим, что не более 20% респондентов, имевших психологические проблемы, все-таки обратились за помощью. И то, в общем-то, они размышляли об этом долгое время – идти или не идти. Совершенно напрасно, потому что психологическая помощь, она эффективна. Вот в этой статье психологическая помощь проводилась пациентам, у которых был рак поджелудочной железы. Причем беседы психолога с больными происходили по телефону. И даже в отсутствии очного участия пациенты показали очень хорошие результаты. Отмечено достоверное снижение негативных уровней, негативных эмоций, которые характерны для рака поджелудочной железы, повышение комплоентности больных, улучшение их качества жизни и, соответственно, улучшение результатов лечения. Возникающий же синдром аналексии-кохексии, характерный для онкологических больных, рассматривается как комплексное состояние и характеризуется хронической, прогрессивной, неконтролируемой потерей массы тела, когда простая питательная поддержка малоэффективна или неэффективна вовсе. Долгое время велись споры по поводу того, какие же симптомы считать характерными для этого синдрома. И вот где-то с 2009 года уже прочно в практику вошли три показателя. Это непреднамеренная и быстрая потеря массы тела, низкая калорийность питательного рациона и низкий индекс массы тела. Что касается биохимических маркеров, они тоже признаются, это альбумин, общий белок и циреактивный белок, однако скорость их снижения или повышения не полностью совпадает со степенью синдрома и ориентироваться только на биохимические показатели неправильно. В последние годы мировая общественность перешла на использование критерий в ГЛИМ, которые эти критерии имеют фенотипические и этиологические критерии. И этиологические критерии у наших пациентов имеются априори. Что же касается фенотипического критерия, то если присутствует один из них, то есть быстрая потеря массы тела, низкий индекс массы тела, уменьшение мышечной массы, то мы вправе говорить о том, что у пациента имеется синдром анорексии и кахексии. Еще в последнее время очень много работы, и вообще это вызывает большой интерес, вес у заинтересованных сторон, так скажем, относится к саркопении. Это синдром, который характеризуется прогрессирующей и генерализованной потерей массы тела и массы и силы скелетной мускулатуры. Диагноз валидируется на основании присутствия двух критериев, то есть низкая мышечная масса, либо низкая мышечная сила, либо низкая физическая работоспособность. Причем оценка массы мускулатуры в основном должна проводиться при помощи методов визуализации КТ, МРТ, двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Достоверным считается применение биоэмпедансометрии. Ну и на последнем месте идут антропометрические измерения, которые также принимаются в расчет, хотя понятно, что это более такой субъективный метод оценки. Для оценки мышечной силы используется динамометрия, а для оценки физической работоспособности различные функциональные тесты. Ну, самый простой – это тест 6-минутной ходьбы. Надо сказать, что лейтмотив использования, вернее, изучения саркопении показывает, что если имеется саркопения у человека, то результаты противоопухолевого лечения хирургического или нехирургического будут худшими, чем в ее отсутствии. Когда пациент приходит к нам на прием, мы не можем считать его полностью сохранным. Конечно, у него нет полиорганной недостаточности, у него нет инфекционного очага явного. Ситуация, собственно, плановая, можно разобраться с коморбидными состояниями, но, как правило, в это время уже начинается, уже имеется явная или скрытая кохексия, которая обязательно даст себя знать в дальнейшем и приведет к развитию осложнений. Вот огромный такой метаанализ был проведен и опубликован совсем недавно. В него было включено 44 исследования, огромное количество больных, удалось оценить больше 18 тысяч, почти 19 тысяч пациентов и по результатам исследования было выявлено, что на момент включения в исследование у 37% из этой коборты была саркопения. 23 работы показали, что при саркомедении повышается риск развития послеоперационных осложнений, инфекционных, кардиопульмональных, повышается уровень летальности, повышается длительность госпитализации. При этом при наличии саркопении общая безрецидивная выживаемость также снижается. И это, в общем-то, играет основную роль, почему мы так про нее много говорим. Показано, что саркопения является предиктором токсичности химиотерапии у больных с разными локализациями опухолевыми, в том числе при метастатическом полуоректальном раке. Вот в этой работе было показано, что доза лимитирующая токсичность была ассоциирована с наличием саркопении. И если у той части больных, у которых не было саркопении, доза лимитирующая токсичность встречала в 2,5 раза реже, чем у пациентов, ее имевших. Причем важен не только само наличие саркопении, но и скорость снижения мышечной массы во время проведения лечения. Вот эта работа как раз этому была посвящена. И исследователи выяснили, что при проведении химиотерапии снижение объема мышечной ткани более 14% от исхода достоверно связано с более короткой и безрецидивной выживаемостью и с более короткой общей выживаемостью. Это очень важно, потому что это позволяет понять, как важно сохранить мышечную массу человека во время проведения химиотерапии. В гинекологии те же проблемы при проведении химиотерапии у больных с саркопенией, ассоциированной с ожирением, было отмечено более высокое, было отмечено более высокая гематологическая токсичность. У этой же когорты больных, у тех, которые имели саркопению, отмечена более, меньшая общая выживаемость и большее количество послеоперационных осложнений при проведении радикальных хирургических вмешательств. Но механизм понятен, потому что страдает не только скелетная мускулатура, страдает и дыхательная мускулатура, происходит снижение объема, массы и толщины дыхательной мускулатуры, в том числе и диафрагмы, снижается и ее сила и выносливость. Масса диафрагмы может уменьшиться в половину. Соответственно, в половину же снижается и сила дыхательной мускулатуры, уменьшается жизненная емкость легких. Если такой больной попадает в отделение реанимации, больной, который получил химиотерапию, то его показатели питательного статуса, например, сравнимы с такими больными, у которых развился перитонит в общей системе медицинского обеспечения. У этих же пациентов страдает иммунная система, у них может развиться кишечная недостаточность, которая чревата развитием бактериальной транслокации, развитием сепсиса. То есть эта проблема очень большая и очень серьезная. И в последнее время все шире внедряются специальные протоколы ведения таких больных в раннем послеоперационном периоде. И цель этих протоколов очень благая. Снизить стрессовую реакцию организма на хирургическое вмешательство и таким образом уменьшить дисфункцию внутренних органов, сократить время восстановления после оперативного вмешательства, сократить количество колька дней пребывания в стационаре, снизить стоимость лечения и главное улучшить его результаты. Все эти протоколы, для какой бы локализации они не составлялись, имеют в своем списке раннюю мобилизацию больного уже с первых, вторых послеоперационных суток, а также раннее назначение энтерального питания. В течение первых суток, в течение первых 24 часов необходимо уже начать работу кишечника и потом постепенно выходить на целевые показатели по поступлению белка и энергии где-то к третьему, шестому дню. Последние рекомендации СПН гласят, что наши онкологические больные должны получать в сутки где-то 25-30 килокалорий на килограмм массы тела и от 1 до 1,5 грамм белка в день. Что же касается витаминов и микроэлементов, то доза их определена, это суточная доза, суточные потребности больного должны быть покрыты. Кроме того, этим пациентам хорошо бы давать еще жиры. Причем если у пациента есть нарушение толерантности глюкозы, то количество жиров в рационе в процентном обеспечении калорийностью должно быть повышено. Это в дальнейшем спасает пациента от развития гипергликемии и связанных с ней осложнений. Само же влияние химиотерапии на питательный статус известно, но всегда встает вопрос, пройдет ли это само, так скажем, на 7-10 сутки или может развиться тяжелая гастроэнтестинальная токсичность, которая приведет к возникновению болевого синдрома, тошноты, рвоты, диареи, приведет к обезвоживанию, к электролитным нарушениям, к тяжелым метаболическим расстройствам, потребует госпитализации больного в отделении реанимации и в конечном счете закончится отказом от проведения противоопухолевого лечения и, соответственно, снижением шанса больного на выживание. Когда на фоне гастроэнтестинальной токсичности еще назначаются антибиотики, то ситуация, конечно, ухудшается, потому что эта истонченная стенка и нарушенный баланс сапрофитов в толстой кишке приводит к тому, что может развиться антибиотико-ассоциированная диарея, а бактерии патогенные могут проникнуть за стенку кишки и вызвать системные воспалительные реакции. Факторы риска, которые связаны с антибиотико-ассоциированной диареей, известны. Это антибиотики широкого спектра действия, длительно применяемые антибиотики, комбинация нескольких антибиотиков, препараты, которые выводятся с желчью, возраст больных или маленькие дети или пациенты старше 65 лет, потом состояние здоровья играет большое значение, ну и госпитальная инфекция. Интересная статья попалась мне, я хотела бы вам ее предложить. Статья, в которой сравнивалась комбинация симбиотиков и энтерального питания, а также проведение антибиотико-профилактики в качестве поддерживающей терапии у больных раком пищевода, которые получали неодиуантную химиотерапию. В этом исследовании предлагалось проводить профилактическую антибактериальную терапию. Проводилась она левофоксоцином, 500 миллиграммов в день, с 5 по 15 день каждого курса химиотерапии. А группа, которая получала энтеральное питание и симбиотики, пациентам давали 600 миллилитров смеси питательной, которая была обогащена мега-3 жирными кислотами. Если пациент не мог, ей сам смесь вводилась через назогастральный зонт. Начинали это лечение за 3 дня до начала химиотерапии и заканчивали на 12-е сутки. Что получилось? Интересно, что та группа, которая получала энтеральное питание с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и симбиотики, показала лучшие результаты по нейтропении. У них было меньшее количество тяжелой нейтропении и меньше эпизодов тяжелой диареи. Относительно интенсивность дозы была значительно выше в исследуемой группе. Ну и, конечно, разнообразие микробиоты в группе, которая получала симбиотики, также было значительно выше. И все это позволило авторам сделать вывод, что такая схема имеет право на применение и может конкурировать с антибиотикой-профилактикой. Справедливости ради, надо сказать, что в рекомендациях СПН к пробиотикам отношение очень осторожное и их четкой рекомендации для их назначения в этих европейских гайдлайнах нет. Но, тем не менее, их применяют и вот мы видим, что это дает хороший результат. Что же касается омега-3 жирных кислот, которые были добавлены в энтеральное питание, то вообще сложно себе представить рацион питания здорового или больного человека без жирных кислот. Именно жирные кислоты образуют клеточные мембраны, а за счет них поддерживается структура и функция мембран, их текучесть, работа юных каналов, рецепторный аппарат работает. Они легко проникают в клетку, они участвуют в механизмах экспрессии генов, выработке экозоноидов, ацетокинов и в механизмах клеточной сигнализации. Поэтому они обязательно должны присутствовать в питательной поддержке в том или ином виде. Что же касается омега-3 жирных кислот, то, конечно, интерес к этому фармаконутриенту возник достаточно давно и не затихает до сих пор. А в последних клинических рекомендациях предлагается назначать омега-3 жирные кислоты больным с распространенным процессом, которые получают химиотерапию. Цель такого назначения – это стабилизация массы тела и предотвращение развития белково-энергетической недостаточности. В работах, которые посвящены изучению омега-3 жирных кислот, показано, что их применение в достаточной дозировке длительное время приводит к снижению уровня системного воспаления, повышает аппетит, повышает усвоение энергии белка, способствует поддержанию веса и его увеличению, а также стабилизирует мышечную массу. Происходит это за счет уникальных свойств омега-3 жирных кислот, отрывьего жира, потому что он является предшественником антивоспалительных тромбоксанов или экатриенов и бронхорелаксирующих простагландин. Именно за счет этого, за счет конкурента с омега-6 жирными кислотами, его эффективность проявляется у хирургических больных, у больных в стабильно-критическом состоянии, а также при усиленной или наоборот ослабленной воспалительной реакции. Очень много работ посвящены омега-3 жирным кислотам. В частности, в этой работе показано, что недельное применение омега-3 жирных кислот в достаточно больших дозах, 2 грамма экозапантоеновой и 1 грамм докозагексоеновой кислоты в день, заканчивается быстрым внедрением и вообще хорошим таким повышением концентрации омега-3 жирных кислот в слизистой оболочке и мышечном слое толстой кишки. И поэтому они, скорее всего, и обладают таким заметным эффектом их назначения, потому что они быстро инкорпорируются и оказывают хорошее влияние в том числе и на иммунную систему. Назначение такого специализированного питания с высоким содержанием омега-3 жирных кислот позволяет сохранить тощую массу тела у пациентов, получающих нехирургическое противоопухолевое лечение. Вот в эту работу были включены больные опухолями головы и шеи и раком пищевода, которые получали химио-учевую терапию. Очень долго они получали дополнительное энтеральное питание, практически до 14 недели. Получали 500 мл энтеральной смеси с повышенным содержанием омега-3 жирных кислот, почти 3 грамма рыбьего жира. И эта группа показала лучшие результаты по сравнению с контрольной группой при оценке потерь тощей массы тела. То есть в группе, которая была на энтеральном питании, потери тощей массы тела были достоверно меньше, чем в контрольной группе. Ну, это очень важно, потому что, учитывая распределение препаратов химиотерапевтических, мы понимаем, что тощая масса тела это та мишень, это область тела, куда попадают препараты и как они перераспределяются все. Поэтому, конечно, ее поддержание это одна из основных задач при проведении питательной поддержки. Надо сказать, что омега-3 жирные кислоты могут использоваться и в других ситуациях. Например, при лечении периферической полинеэропатии. Известно, что сенсорная полинеэропатия второй-третьей степени и реже моторная нейропатия встречаются почти у четверти больных, которые получают схему на основе цесплотина и токсанов. Жалобы могут быть самые разнообразные, но в любом случае они все достаточно выражены. И болевой синдром, который при этом беспокоит наших пациентов, он труднопереносим. Интересно, что четверть больных, у которых развилась токсичность такого рода, в дальнейшем, в течение двух лет еще ощущают ее последствия. И поэтому заниматься этим осложнением нужно. В частности, есть эффективные методики реабилитации, которые применяются при полинеэропатии. В их состав входит специальная лечебная физкультура, применение низкочастотной магнитной терапии, низкоинтенсивной лазеротерапии, электротерапии. А также есть работы, которые показывают, что если к этому списку добавить омега-3 жирные кислоты в составе специализированного энтерального питания, то эффективность такой программы будет значительно выше, чем без использования омега-3 жирных кислот. У меня лично хороший опыт от использования препаратов с омега-3 жирными кислотами. Несколько лет назад у нас проходило такое исследование, и мы предлагали больным с местно распространенным раком желудка при проведении химиотерапии принимать это питание по две баночки в день. Больных мы оценивали на протяжении пяти курсов, и вот что получилось. Одна группа, которая получала дополнительное энтеральное питание, у нас тогда был Супартан, выглядела по результатам лучше, чем контрольная группа. Сразу оговорюсь, что в контрольной группе было проведено диетическое консультирование. Пациенты были ориентированы на целевые значения белка, энергии, жидкости, витаминов и микроэлементов, которые они должны были получать в сутки при помощи диеты. И все это было с ними обсуждено неоднократно при каждой встрече. Тем не менее, выдержать такой график пациенту очень тяжело. И, как правило, они все равно сбиваются, не могут ежедневно просчитывать свой рацион и получать достаточное количество белка, энергии и других нутриентов. Возможно, с этим и связана такая динамика, когда в основной группе пациенты получали достоверно более высокое количество белка, они были лучше обеспечены белком, энергией, баланс азота у них был положительный, то есть у них шел синтез собственного белка по сравнению с контрольной группой. Кроме того, такая программа оказала свое влияние на переносимость химиотерапии, поскольку в основной группе все больные перенесли химиотерапию легче, чем больные в контрольной группе. В основной группе все курсы химиотерапии были проведены вовремя, а в контрольной группе они были сдвинуты по времени у 17,5% пациентов. Проявления периферической поля нейропатии в основной группе были выражены значительно меньше, а также длительность диареи в контрольной группе она была достоверно длиннее, чем в нашей основной группе. Мы, в общем-то, не одиноки в этом. Вот похожая работа, которую в этой работе пациенты раком пищевода на фоне проведения химиоучевой терапии получали энтеральное питание. Та группа, которая получала дополнительно энтеральное питание, показала лучшие результаты, например, по частоте развития ликопении тяжелой степени, поскольку в основной группе частота развития этого осложнения составила 20%, а в контрольной группе 33%. Частота инфекционных осложнений в основной группе была достоверно меньше. Ответ опухоли на химиотерапию в основной группе был достоверно лучше, чем в контрольной, как и завершение химиотерапии. В основной группе практически 100% пациентов завершили лечение, а в контрольной группе этим могли похвастаться только 67% обследованных пациентов. Год назад вышла вот такая замечательная работа, наша, отечественная, которая показала или оценила влияние коррекции нутритивной недостаточности на эффективность неодевантной химиотерапии у больных вместо распространенным раком желудка. Очень интересная работа, 200 человек было в нее включено. И что обнаружили авторы? Авторы обнаружили, что нутритивная поддержка, которая проводится во время неодевантной химиотерапии, достоверно снижает число нитропении тяжелой степени, число фибрильных, в случае фибрильной нитропении, влияет на возникновение тяжелой диареи и мукозитов тяжелой степени. Также намного реже в этой группе развивается астенический синдром и венозные тромбоэмболические осложнения. Сравнивая пятилетнюю выживаемость у части обследованных больных, у тех больных, у которых была нутритивная поддержка или ее не было, исследователи обнаружили, что пятилетняя бессобытийная выживаемость и общая выживаемость в группе, которая имела нутритивную поддержку, достоверно различалась. И в группе с нутритивной поддержкой результаты выживаемости были намного лучше, чем в группе без таковой поддержки. Также была оценена двухлетняя бессобытийная выживаемость в группах, которые получали или не получали нутритивную поддержку на фоне химиотерапии. И также было показано, что та группа, которая получала нутритивную поддержку, их двухлетняя бессобытийная выживаемость была выше, чем в группе без нутритивной поддержки. Еще одну интересную закономерность обнаружили авторы, она касается нутритивной недостаточности. И рассматривая результаты этого анализа, видно, что та группа, которая поступила на лечение с нутритивной недостаточностью и не получала нутритивной поддержки на всем протяжении лечения, показатели двухлетней бессобытийной выживаемости в этой подгруппе были намного хуже, чем у тех пациентов, у которых не было нутритивной недостаточности или которые получали нутритивное питание, дополнительное питание для коррекции этой нутритивной недостаточности. Авторы делают вывод, что при оценке питательного статуса, при планировании нутритивной терапии комплексная диагностика нутритивного статуса очень важна. И при необходимости должна быть обязательно назначена нутритивная поддержка, которая улучшит результаты лечения у больных местно распространенным раком желудка. Проведение питательной поддержки, в общем-то, определено многочисленными циркулярами. И вот последние рекомендации европейские мало чем отличаются от предыдущих лет и гласят, что, конечно, мы всегда начинаем с дополнительного энтерального питания, которым является сиппинг. Если же сиппинг по какой-то причине невозможен, нужно задуматься о проведении зондового питания. И только в случае невозможности организации энтерального питания речь идет о проведении пара энтерального питания, которое должно быть все-таки кратковременным и как можно быстрее заменено на полноценное энтеральное питание. В этой связи очень важен скрининг нутритивной недостаточности. И здесь можно применять совершенно разные схемы, такие, вернее, шкалы опросники, такие как НРС-2002. Они просты в употреблении и достаточно легко по ним протестировать больного, чтобы решить для себя, нужно или нет этому больному, показана или не показана ему нутритивная поддержка, есть или нет у него признаки нутритивной недостаточности. Веды нутритивной поддержки мы уже вскользь обсуждали. Это пероральное питание, сиппинг, энтеральное питание через зонды и листомы, ну и, собственно, парантеральное питание. И их парантеральное питание полное или частичное с добавлением энтерального пути введения. Энтеральное питание однозначно предпочтительнее, потому что оно физиологично. И его проведение, собственно, позволяет сохранить функциональность кишечника со всеми вытекающими отсюда последствиями. Другое дело, что если у человека есть противопоказания к проведению нутритивного питания, здесь, конечно, всегда нужно быть крайне осторожным. И если есть какой-то пункт из этих четырех, которые перечислены на слайде, то энтеральное питание, возможно, проводить и не получится. Если у больного есть механическая кишечная непроходимость, выраженная тошнота и рвота, которая не купируется антиематической терапии, выраженная гипоксия и присутствует дыхательный и метаболический ацидоз. Дыхательный или метаболический ацидоз. Сейчас мы вообще избалованы. У нас есть разновидности, различные схемы для энтерального питания. Есть полимерные, которые состоят из неизмененных белков, жиров и углеводов. Олигомерные или полуэлементные смеси, в которых белки и простые углеводы расщеплены на части. И эти смеси также содержат масло среднецепочечных триглицеридов. Эти смеси очень хорошо усваиваются. Они полезны при диареях, при заболеваниях печени, поджелудочной железы. А есть также смеси, которые синтезированы для определенных состояний. Например, смеси, которые синтезированы для больных диабетом. паранетеральное питание не уступает свои права, и мы очень часто его также используем. Понятно, что это питание отличается от натурального тем, что оно вводится внутривенно, и больному напрямую в кровь поставляются все необходимые макро- и микронутриенты. Основными составляющими для паранетерального питания рассматриваются в качестве источников энергии 10-20% раствор глюкозы и 10-20% раствор жировых эмульсий. Источник белука или источник пластического материала это растворы кристаллических аминокислот и обязательно используются фармаконутриенты, поливитаминные комплексы, препараты водорастворимых, жирорастворимых витаминов, а также какие-то необходимые электролиты, если у человека есть дефицит того или иного микроэлемента или электролита. Сейчас в общем-то наше пространство завоевано трехкомпонентными мешками, в которых соединены жировые эмульсии и глюкоза и аминокислоты. Это, конечно, очень хорошая такая опция, потому что эти мешки удобны в работе, ими легко очень пользоваться. При их использовании количество инфекционных осложнений намного снизилось. Кроме того, их использование гарантирует нас от развития метаболических осложнений. И очень приятно, что есть сейчас такие возможности. Есть растворы, которые обогащены омега-3 жирными кислотами, например, смовкобивен. Он вообще бывает двух видов центральный и периферический по тому, в какую вену его можно переливать, в центральную или периферическую. И такое многообразие дает намного больше шансов для проведения адекватной и правильной нутритивной поддержки, которая принесет пользу пациенту. Если мы говорим об эндеральном питании с пациентом, то дополнительное питание воспринимается больным нормально. Вот в свое время у нас был проведен такой опрос среди наших пациентов, получавших химиотерапию, и мы выяснили, что 80% из них готовы добавить в свой ежедневный рацион питания ту или иную лечебную смесь. Правда, практически столько же больных, почти 74%, не знали, какие смеси можно, как их принимать, где брать, и на протяжении предыдущего обследования и лечения эти больные не могли получить точную рекомендацию ни одного из врачей, а сами тоже не предпринимали никаких шагов. В общем-то соглашаются на дополнительное питание, до тех пор, пока мы не доходим до расчета энергии и белков. Здесь, конечно, глаз тухнет, и пациенты понимают, что это большой тяжелый труд взвесить каждый кусочек пищи, все это записать в пищевой дневник, посчитать и понять, какое же количество калорий и белка конкретный человек за день употребил в пищу. И поэтому здесь и возникают всякие коллизии. Например, у человека хороший аппетит, ему кажется, что он очень много ест, но начинаешь просчитывать его диету, и вот как у этого больного получается, что он не добирает даже до 1 грамма на килограмм массы тела белка. И вот эти дополнительные 36 грамм белка, которые ему нужны, взять их особо неоткуда, если только, конечно, не наращивая свой рацион белковой пищи в огромных количествах, которая в этот момент, как правило, больным не нужна и не нравится, либо же это все можно заменить дополнительным энтеральным питанием, и пол-литра даже меньше энтерального питания в день, принимаемые самостоятельно в виде сиппинга, решат эту проблему, решат не только проблему белкового обеспечения, но и проблему обеспечения человека витаминами, микроэлементами, жидкостью тоже какой-то энергией, и вот этот выбор пациент делает сознательно, потому что если он понимает, что он не может продержаться на диетических рекомендациях, и ему легче перейти на дополнительный сиппинг, то это собственно он и делает, и получает хороший результат, и даже удовольствие. В любом случае, какой бы вид питания вы не назначали, да и я тоже, нельзя никогда забывать о рефилинг-синдроме, потому что у наших пациентов присутствуют и большие, и малые критерии его развития, поэтому всегда нужно об этом думать, если человек имеет те или иные риски для развития рефилинг-синдрома, мы должны обязательно провести сначала восстановление водно-электролитного баланса, и начинать кормление такого больного с небольших порций, с постепенным увеличением калорийности, белкового компонента питательной поддержки, и такому пациенту полезно назначать тиамин хотя бы в средних дозах 100-150 миллиграммов в сутки в первые три дня, потом уже осторожно переходить на естественное обеспечение витаминами и микроэлементами. В этой связи также нельзя забывать и о глутамине, потому что конечно это условно незаменимая аминокислота, и когда человек питается, он где-то 10 грамм этого глутамина получает ежедневно с обычным своим питательным рационом. Для организма человека эта кислота очень важна, потому что достаточная концентрация глутамина позволяет добиться пролиферации клеток, поддержки функций макрофагов, глутамин выступает как источник энергии для энтероцитов, за счет чего происходит улучшение барьерной функции кишечника. И при стрессе, в том числе на фоне гастроэнтестинальной токсичности, развивается гиперкатаболизм, идет распад мышечной ткани, поступление с извне минимальное, и возникает дефицит глутамина, причем в стрессовых условиях дефицит его может быть очень значительным. Поэтому очевидно, что его нужно как-то добавлять нашим пациентам и адекватное снабжение больных глутамином в эти тяжелые времена приводит к снижению длительности пребывания больного в стационаре, к снижению 6-месячной летальности, к сохранению слизистой желудочно-кишечного тракта, ну конечно улучшается баланс азота, усиливается иммунный ответ, снижается следом частота инфекционных осложнений, при достаточном обеспечении глутамином удается поддерживать нормы гликемии. Надо сказать, что существует достаточное количество работ, которые показывают, что применение глутамина при проведении химиотерапии, ну вот, например, при проведении высокодозной химиотерапии, снижает тяжесть и продолжительность мукозитов. Кроме того, на фоне кластеридиальной инфекции вот в этой работе, во второй, было показано на лабораторных животных, что применение ланин-глутамина способствует ускоренному росту энтероцитов, уменьшая их апоптоз и некроз. У нас также есть опыт использования глутамина, депептивена. Мы вводили его внутривенно пациентам при развитии тяжелой антибиотико-ассоциированной диареи, которая развивалась у пациентов после проведения химиотерапии. Эти группы были сопоставимы по обеспечению белками и энергией, но одна группа получала достаточно большое количество депептивена. И что мы получили? Мы получили, что та группа, которая находилась на депептивене, имела не такую выраженную тяжесть и продолжительность диареи, и у них была также снижена частота рецидива в диарее в этой основной группе по сравнению с контрольной группой, где лечение проводилось без использования глутамина. Для того, чтобы понять, правильно ли мы проводим питательную поддержку, где-то в 5-7 дней нужно оценивать биохимический и антропометрические показатели наших больных, а также лимфоциты периферической крови. 5-7 дней это нормальный такой шаг для проведения контрольных исследований. Это можно делать и реже, раз в неделю, раз в 10 дней, но оценивать обязательно нужно, потому что изменения должны быть нам известны, и мы должны на них реагировать. Не надо бояться вкусовых отдушек питательных растворов. Дело в том, что сейчас огромная база вкусов, огромная гамма вкусов энтерального питания, и каждый человек может выбрать для себя нечто подходящее. Очень важный момент, как мне кажется, особенно при назначении энтерального питания, обговаривать, что пациент должен принимать его маленькими порциями, где-то по 50-60 миллилитров в час, и потом уже оценив переносимость такого небольшого объема, можно переходить на те рекомендации, которые написаны на коробках с питанием, что принимать его нужно медленно. Предлагается запивать его, его можно запивать водой, его можно это питание добавлять в обычные блюда, принимать перед традиционным приемом пищи, еще слышала предложение использовать его для питания энтеральное, для того, чтобы запивать таблетки. Абсолютно все равно, какие приемы будут применены для того, чтобы это питание было выпито. Чтобы пациента не тошнило, и чтобы у него не было непереносимости, нужно исключать так называемые кухонные запахи, резкие ароматы, и представлять энтеральное питание как лекарство. Как правило, где-то через неделю нахождение на энтеральном питании, пациенты все-таки стараются от него избавиться и перейти на естественный рацион. Но это большая ошибка, потому что естественный рацион бесконтролен и добиться на нем каких-то хороших результатов практически нереально. Кроме того, нужно увеличивать обмен веществ за счет физической нагрузки. Это также срабатывает и вызывает у больного еще некоторую более лучшую социализацию. В заключении хочу сказать, что питательная поддержка в онкологии неотъемлемая часть сопроводительного лечения. Здесь очень важны три основных момента. Это ранний скрининг нутритивной недостаточности, оценка питательного статуса и при необходимости назначения питательной поддержки. Методом выбора безусловно является энтеральное питание, особенно если есть возможность выбрать его согласно осложнению, при необходимости мы должны подключать парантеральное питание. Все виды питательной поддержки могут проводиться параллельно с противокупливым лечением. Калорийность рациона при этом должна быть 25-30 килокалорий на килограмм массы тела, от 1 до 1,5 грамм белка на килограмм массы тела и пациент должен быть также обеспечен достаточным количеством жидкости. И вот такой подход проведением питательной поддержки поможет улучшить переносимость противоопухолевой терапии и увеличить выживаемость наших больных. Спасибо за внимание.